Привет, друзья! Добро пожаловать в Warblog! Сегодня поговорим об обновлении на ПТС. Там уже стартовал сезон Вечная Сага. Поговорим сегодня о новом Battle Pass, ПВЕ и других новинках. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать! Поскольку последние сезоны Боевого Пропуска были приняты очень тепло, мы решили сохранить текущую концепцию и сосредоточились на наградах Боевого Пропуска. Давайте о них и поговорим. Главная изюминка нового сезона — это оружие серии Жрец. С действительно уникальным внешним видом, пропитанная духом скандинавских легенд и мифологии. Не забыли и про любителей более строгих камуфляжей. Серия Оберег отлично подойдет для вас. Конечно же, вас ждут и другие сюрпризы, достижения и брелоки в стилистике сезона. Например, серия Угроза. И тут название говорит само за себя. В этом году мы планируем отпраздновать День Оружейника, и в честь этого приготовили для вас оружейную серию Конструктор, брелок и набор достижений. Кроме того, в игру добавлен агент Ворон. Она присоединилась к штурмовому отряду, став ключевым участником рискованных операций. Ее невероятные навыки и скрытная природа заставили сослуживцев опасаться ее, несмотря на ее профессионализм, как медика. Прошлая агента покрыта мраком. Известно лишь, что она потеряла память во время конфликта и провела время в частной клинике. Совсем скоро мы расскажем подробнее о ее биографии, а пока рассказываем, какие предметы вошли в набор. Внешность агент Ворон для медика, оружие GeForce Arms Hackleberry, Ruger Mark IV Light и Jacked Commando из серии Вестник, а также одноименные камуфляжи, набор достижений и брелок. Расскажу чуть подробнее о дробовике GeForce Arms Hackleberry. Это настоящий образец оружейного искусства от знаменитой американской компании GeForce, которая гармонично сочетает проверенный временем рычажный принцип работы затвора и современной технологии. У Hackleberry есть одна особенность. Мы впервые добавили уникальную анимацию, срабатывающую после нажатия на кнопку перезарядки при полном боезапасе. Любителям сражений на близких дистанциях строго рекомендуется оценить по достоинству. Но и это еще не все. Среди новинок вы найдете револьвер Taurus Regging Hunter, созданный на основе легендарного Regging Bull. Обладая высоким уроном и отличной точностью стрельбы в прицеле и от бедра, револьвер точно найдет своих любителей. Также мы рады представить вам новый набор снаряжения Варяг, который доступен в магазине РМ. Основные преимущества нового набора снаряжения в сравнении с броней профи, улучшенная защита, а также сниженная задержка до восстановления очков здоровья и брони без получения урона. К слову о новом сезоне рейтинговых матчей. В магазине появилась удобная метка «Новая» для быстрого поиска новинок. А для игроков, не вошедших в актуальный список лучших текущего сезона, мы сделали отображение персонального рейтинга в таблице лидеров. Время изменений пришло. Встречайте крупные обновления PvE. Ваш опыт игры в режиме станет еще более увлекательным благодаря ряду ключевых изменений. В новой системе наград с широким ассортиментом предметов за короны, обновленной сложности выполнения миссий, PvE прогрессии, улучшенному интерфейсу и другим, не менее важным улучшением. Для PvE появился свой уникальный набор контента, и он прямо сейчас на ваших экранах. Подробнее об изменениях сможете узнать в отдельной новости по ссылке в описании. Еще систему модов пополнили новые пушки. Среди них Иви Кармел, Калашников USA Камрад 12, Гирбоу Снэйк Ди Бьер и ДВЛ-10 М2. Теперь характеристики могут быть изменены и подстроены под ваш стиль игры с помощью модов. К тому же их базовые характеристики получили значительное улучшение. Подробности также ищите на нашем сайте в разделе новости. А карты PvP режима командный бой, в свою очередь, доукомплектует интересная новинка. Сражение между командами Warface и Blackwood произойдет в элитной корпоративной резиденции, которая расположена на морском побережье Скандинавии. Карта появится на одном из ближайших ПТС. Следующее важное изменение — это изменение максимальной скорости передвижения игрока. В ближайшем обновлении будет ограничено два максимальных значения для скорости бега и для передвижения персонажа. Это значит, что независимо от количества или типа экипируемых предметов и бонусов от них, скорость бега и передвижения не будет выше определенных значений. Это изменение необходимо для того, чтобы снизить количество ситуаций с несбалансированным геймплеем, визуальными артефактами и неестественным поведением моделей игроков в бою. Если у вас еще остались вопросы, то обязательно пишите их здесь в комментариях или в нашей группе в ВК или в сообществе ВК Плей. А также добавляйтесь в наш Дискорд сервер и Телеграм-канал, там тоже много всего интересного. Ну а сами отправляйтесь играть в вечную сагу на нашем ПТС сервере и обязательно пишите ваши комментарии и впечатления о том, что вы там увидите. Ну а я с вами не прощаюсь, еще обязательно увидимся.